Это новость об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Пророссийские оккупанты продолжают провокационные обстрелы украинских военных. С начала суток боевики открывали огонь четыре раза. Применяют запрещенное минскими договоренностями вооружение. На Луганском направлении из крупнокалиберных минометов обстреляли Железное и Крымское, а из крупнокалиберных пулеметов били у Троицкого. На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Павлополя. В половине случаев силы антитеррористической операции отвечали прицельным огнем из незапрещенного минском вооружения. Ноту протеста в связи с задержанием Сапкора украинского радио Павла Шаройко направила посольство Украины в Минске Министерству иностранных дел Беларуси. Об этом заявил посол Игорь Кизим. По данным Национального союза журналистов, Сапкора обвиняют в шпионаже. О реакции коллег на задержание Шаройко из-за его профессиональной деятельности в сюжете Ольги Михалюк. Почти три недели Павел Шаройко, специальный корреспондент украинского радио в Беларуси, не выходил на связь. 25 октября его задержали представители белорусского КГБ, рассказывает председатель союза журналистов Украины. В Минской квартире, где Шаройко проживает с женой и маленькой дочкой, провели обыски. Лишь сегодня спецкора посетил украинский консул. Его обвиняют в шпионаже. За эти три недели единственным вариантом защиты для нашего коллеги является официальный адвокат или защитник для бедных, которого предоставила белорусская власть. Мы считаем абсурдом обвинять нашего коллегу, профессионального журналиста, в несанкционированном шпионаже. В парламентском комитете по свободе слова уверены, задержание украинского журналиста в Беларуси не обошлось без российских спецслужб. Такие вещи, как задержание журналистов, очевидно являются серьезной проблемой, тем более, когда это происходит в странах с авторитарным режимом, которые не разделяют принципов свободы и которые, к сожалению, как бы не хотели быть корректными, не совсем дружественны. По отношению к Украине и скорее дружелюбней государству-агрессору Российской Федерации. Здесь мы можем говорить и про опасность со стороны кремлевских спецслужб. Роман Сущенко до сих пор задержан. Олег Сенцов в плену. Не дай бог, чтобы в странах СНГ системой стал отлов украинских журналистов. Спецкором в Беларуси Павел Шаройко работает два с половиной года. Часто писал на сложные для украинско-российских отношений темы, рассказывают его коллеги из украинского радио. Последний месяц, то, что репортажи выходили в эфир, это касалось российских учений на территории Республики Беларусь. Мы, украинское радио, не исключаем то, что арест Павла Шаройко, нашего спецкорреспондента в Республике Беларусь, связан с его профессиональной деятельностью. В департаменте консульской службы МИД Украины заявили, принимают меры для защиты прав журналиста. Обстоятельства задержания не комментируют. Ольга Михалюк, Антон Куница, ЮАИ-ТВ. Спецоперация силовиков на Закарпатье поставила точку в теневых схемах использования земель у государственной границы, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. При этом добавил, виновных привлекут к ответственности. Накануне провели обыски в приграничных с Венгрией районах. Операция связана с незаконным захватом земель по граничной полосы. Через так называемую частную границу переправляли сигареты и наркотики. В прокуратуре утверждают, земли захватили незаконно, задержали руководителя береговского отдела кадастра, его подозревают в афере. На Закарпатье покончили с чрезвычайно опасными схемами по использованию частными лицами земель, которые находятся возле государственной границы. Для всех причастных выбирают меру пресечения. Уже задержали собственника земельных участков на границе. У него изъяли оружие, наркотики. Суд выберет ему меру пресечения. Судебный процесс по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича временно будет проходить в закрытом режиме, чтобы не разглашать тайну предварительного следствия. Такое решение приняли по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины. На закрытых заседаниях суд будет изучать видеодопросы чиновников о превышении власти и служебных полномочий правоохранителей в феврале 2014 года. Речь идет о расстрелах участников революции достоинства в центре Киева. Когда эти показания изучат, заседания снова станут открытыми, отметили в Генеральной прокуратуре. Данные допросы фиксировались с помощью видеокамеры, то есть человек мог говорить в свободной форме, без вопросов следователя и последовательно рассказать то, что помнит. Это имеет большое значение. И очень важно для того, чтобы суд воспринимал эмоциональную составляющую этих показаний. И эти же показания мы можем использовать в обвинении не только Виктора Януковича, а еще шести должностных лиц, в том числе экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего главы СБУ Александра Якименко, а также их заместителей. Соединенные Штаты отказывают в выдаче визы каждому десятому россиянину. Это худший показатель за последние 10 лет, свидетельствует статистика Госдепа США. Количество разрешений на въезд сократилось после дипломатического скандала между Москвой и Вашингтоном в августе этого года. После ужесточения санкций Россия сократила численность дипмиссии США на 755 человек и отобрала у дипломатов посольскую дачу в Серебряном Бару. В ответ Вашингтон временно приостановил выдачу виз, а позже возобновил ее только в Москве. С нагрузкой столичное консульство не справляется и тысячи россиян подают документы на американские визы в Финляндии, Белоруссии, Японии и Южной Корее. Глава Зимбабве Роберт Мугаби не вернется к власти. Об этом заявил лидер Зимбабвийской ассоциации ветеранов, приближенный к организаторам путча. Военные захватили власть в стране в ночь на 15 ноября. Президента взяли под домашний арест, на улице вывели бронетехнику, о жертвах и пострадавших не сообщалось. В командовании армии заявили, власть захватили лишь на время, чтобы не допустить чисток среди единомышленников. Сейчас в аэропорту столицы Зимбабве Харари не пропускают иностранцев. Въезд разрешен только журналистам с аккредитацией государственных СМИ, однако после путча пропусков никому не выдают. В то же время местные жители говорят, обстановка спокойная. Роберт Мугаби сегодня впервые после переворота появился на публике. Провел церемонию вручения диплома в университет Зимбабве, где по совместительству работает ректором. С участниками путча он ведет переговоры о своей дальнейшей судьбе. Нет пути назад к правлению Мугабе. Его жена пыталась стать лидером государства и создать правящую династию. Это чистое сумасшествие. Мы не хотим жестокости и крови, но Мугабе больше не должен вернуться на пост президента. Нам нужна поддержка всех жителей страны. Кисут отложил решение об экстрадиции бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона и четверых экс-министров автономии. На заседании в Брюсселе они не явились. Обвиняемых представляли адвокаты. К рассмотрению дела судьи вернутся 4 декабря. Запрос на выдачу чиновников ранее отправила испанская прокуратура. Пучдемона и четверых его соратников обвиняют в организации мятежа, восстании и растрате бюджетных денег. После обострения ситуации в автономии они прибыли в Брюссель и вскоре сдались властям. Пучдемон не раз заявлял, возвращаться в Каталонию пока не планирует, так как не уверен в справедливости суда. Но при этом готова обсуждать с Мадридом дальнейшую судьбу автономии. Всемирно известный режиссер, создатель культового сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч в столице Украины. Он открыл представительство некоммерческого фонда трансцендентальной медитации. Это известная методика избавления от стресса. Линч надеется, что практика поможет бойцам, которые вернулись из зоны АТО и тем, кто страдает посттравматическим расстройством. Линч организовывает ужин в одном из пятизвездочных отелей Киева. Стоит он от 900 до 1700 долларов. Собранные деньги переведут на счет фонда. Я понял, что люди не любят страдать, они хотят быть счастливыми. И если вы научитесь технике, которая позволяет познать неограниченные возможности ума, фантазии, любви, энергии и мира внутри самого себя, это прекрасно. Это стоит делать. Продолжаем следить за тем, что происходит вокруг. Об этом уже в следующем выпуске новостей через два часа. Оставайтесь свидетели. Редактор субтитров А.Семкин